2014 год для России особенный. На протяжении последних нескольких лет страна готовится к важному и ответственному событию – зимним Олимпийским играм в Сочи. Координацией строительства стадионов и спортивных комплексов для игр занимается госкорпорация «Олимпстрой». Одна половина сооружений для проведения олимпийских соревнований находится высоко в горах, другая – около моря. Расстояние между горным и прибрежным кластерами – около 50 километров. В этом фильме мы подробно расскажем о стадионах прибрежного кластера. Эта территория носит название «Олимпийский парк» и представляет собой целый город, расположенный на 265 гектарах эмеретинской низменности. Пространство рассчитано более чем на 80 тысяч человек. Сердцем «Олимпийского парка» служит огромное колесо обозрения, открывающее вид на шесть главных арен, в которых пройдут спортивные соревнования и вручение медалей. Малая ледовая арена – это здание сборно-разборного типа, высотой 22 метра и вместимостью до 7 тысяч зрителей. Строительство начато в 2010 году, а сдача в эксплуатацию намечена на 2012 год. По задумке проектировщиков, внешний облик арены будет ассоциироваться с образом снежного вихря. Во время Олимпийских игр здесь будут проводиться соревнования по хоккею с шайбой, в том числе турниры по слэдж-хоккею в рамках зимних Паралимпийских игр. В постолимпийский период здание может быть перемещено в другой регион. Большая ледовая арена предназначена для проведения соревнований по хоккею с шайбой и рассчитана на 12 тысяч зрителей. Во время Олимпийских игр комплекс будет использоваться для проведения соревнований по хоккею, а в постолимпийский период как многофункциональный спортивный, концертный и развлекательный центр. Большая ледовая арена возвышается более чем на 40 метров над уровнем земли, что соответствует высоте 14-этажного жилого дома. Экстерьер здания выполнен в виде замерзшей капли воды. Ночью купол просвечивается, а днем отражает солнечный свет. Завершение строительства арены намечено на 2012 год. Ледовая арена для керлинга – это здание сборно-разборного типа, высотой 19 метров и вместимостью 3 тысячи зрителей. Фасад над входом здания украсит большой медийный экран, на котором будут транслироваться олимпийские соревнования. В постолимпийский период здание будет использоваться как национальный олимпийский и паралимпийский тренировочный центр и может быть перемещено в другой регион. Сдача в эксплуатацию намечена на 2012 год. Крытый конькобежный центр – это здание высотой 24 метра и вместимостью 8 тысяч зрителей. Строительство начато в 2010 году. Сдача в эксплуатацию намечена на 2012 год. Во время Олимпийских игр здесь будут проводиться соревнования по скоростному бегу на коньках. Здание спроектировано с учетом постолимпийского использования в качестве торгово-выставочного центра, что позволит работать на экономику края. Ледовый дворец спорта – это здание сборно-разборного типа, высотой 34 метра и вместимостью до 12 тысяч зрителей. Во время игр стадион будет использоваться для соревнований по фигурному катанию и шорт-треку. Для постолимпийского периода здание может быть перемещено в другой регион. По замыслу архитекторов, плавные линии изгибов фасада повторяют траекторию полета фигуриста в прыжке «Тройной тулуп». Завершение строительства намечено на 2012 год. Во время Олимпийских игр центральный стадион будет использоваться для церемоний открытия и закрытия игр, а также для церемоний награждения участников. Это единственное спортивное сооружение парка, не предназначенное для проведения олимпийских соревнований. Рассчитанный на 40 тысяч зрителей, центральный стадион возвышается на 69 метров над уровнем земли, превосходя высотой лондонский Биг Бен. В постолимпийский период комплекс будет использоваться для проведения матчей национальной сборной России по футболу, а также как тренировочный, концертный и развлекательный центр. Строительство начато в 2010 году. Завершение и сдача в эксплуатацию намечены на 2013 год.